наверное догадывается где тинкер но тот запрыгнул на хайграунд чемпион не заметил и тинкер смысле шторм у цепляет надо где помощь хантер далеко очень далеко сын кинг эпицентр скастовала где же был блин не совсем не ясно его судя по всему сбили так рэвач хороший пошел от виллу но в итоге все же получает забрать уже и луну получать забрать также еще и тускара в итоге размен пока что два в два раскидывает тинкер машинки дальше продолжает давать свои прокасты пытаясь сделать аут но телепорт отменяет понимаешь что здесь все-таки три героя и наверняка его отсюда не отпустят отправляется в таверну флай соло получается забрать краски брю мастеру и лимоника здесь еще будут казнить в итоге размен три в четыре продавал он продавал сейчас тима это три в четыре чапи монстр кто набрал вообще 806 до туда очень интересно продолжает фармить все отлично все уже готова лишь и думать барабаны здорово вот до тинкера добрались наконец-то тинкер не сделал ничего пока до него не добираются это конечно грозная сила стандартная ситуация как с тинкером луна кстати не улетела в этом ультимейте не позволили этого сделать и ультимейт будет а вот рэвидж появится только через минуту с небольшим и пайп собирает себе в данный момент дайдхантер тоже дефолтный билд мягко пайп арканы дайкер например не стоило бы купить дайкер уже сейчас потом сделать что другое но он все еще хочет форстаф причем приобрести интересное решение форстаф это не тот айтем с которым все-таки должен рваться тайт линк намного лучше в этом плане ему нужен именно блин в этой ситуации прям совсем 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 не то тирадин тар потихонечку падает на верхней дине экзекрэйшн будут ли дефать тир-2 он чему вопрос на самом деле надо бы плач дефать тир-2 ну тут да 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 разменялись а дальше будет ли телепорт или пойдут дальше на тир-3 идут на тир-3 ты посмотри вот это смелое решение интересно что они там придумают карл должны примерно понимать где он находится флай соло снова но снова погибнет и я так понимаю выбежит оттуда брю мастер и надо туда не забежит тайт хантера по-прежнему нет шторм тоже далеко нужно лететь в срочном порядке но они уже будут меньшинстве из-за смерти дисраптора с другой стороны абсолютно все флайлы у экзекрэйшн да неприятная пауза действительно возможно брюх не выбежал бы такими-то но все же получилось пока что очень хорошо даже заход на хэграунту команды экзекрэйшн хорошее начало тайт хантер может давать рэйвач но очень много магического дэмжи просто разрывают его тетради товар должен прямо сейчас уже выводить 3 упал эпицентр софта по одному вать сверху армелл подходят также чапи забирается до стучат гудлайк и даблки его совершать рэйвач цепляет таки тинкера хочет далеко а дальше ворваться на него не получится здесь луна она без ульта но начинает бить бараки он тратит на это теперь вы нужны на убегать примастер там если что ее сэвид но до тех пор пока флай соло не вернул луна не будет жить или это смерть того конкретно того что похарасили бараки пожалуй нет но плюс огромный все равно вынесли есть вышка и рошан со шрайнами теперь в открытом доступе для экзекрэйшн могут они заняться сносом именно будем ждать после появления луны и так тайт хантер пока что все же решил не дать не делся никакой форстаф доделать действительно пайп после чего надо будет собирать блинг в любом случае так шторм спирит увидел двоих будет врываться все-таки на джакира покатился сноуболе на флай соло тускар флай соло расставил по трассе штормки филд но все-таки умирает от тинкера на тинкер конечно здесь очень немало дэмжа вносят есть него аганим будет в ближайшее время делать все хекс и после хекса конечно начнутся проблемы большие что у тине что у шторма например потому что если шторма поймать хекс стоит конечно уже очень легкое убийство для команды экзекрэйшн может быть но пока что ломает рошана ломает рошана и понимают ли клачи что сейчас происходит на этой карте ну должны понимать должны понимать у них нет рэйджа они все понимают они не пойдут без рэйджа они слабее без рэйджа способность они весь их замес привязан к рэйджу без него невероятно сложно вот воспользовались экзекрэйшн сейчас как раз таки этим моментом и буквально до 30 секунд не хватило кулдауна точнее ну как раз таки хватило этого кулдауна команде экзекрэйшн потому что не хочется с ними драться действительно это ты очень все правильно говоришь ну и дальше дальше что-то надо придумывать уже коррективы экзекрэйшн каким же образом они все таки будут в своих играм потому что до этого тинкер прям разматывал своих оппонентов и если также очередной раз заходить если опять же он успеет раскинуть много машинок то от дефаться будет сложновато ну на должна дать хороший ультимейт у команды экзекрэйшн и если получится опять же с ультимейта вырубить тайтхантера то будет прям очень круто но посмотрим сейчас посмотрим на реализацию смока от команды клатч геймерс должны сейчас попытаться на кого-то выйти выйти кому-нибудь спину может быть но идут они прям совсем не в ту сторону где кто-то имеется наверху вот выйти очень рискует против аегиса кого-то искать ну ладно если это будет просто таск тогда хорошо они выиграют немного времени принимать драку 5 на 5 против луны с аегисом это не самое лучшее решение у луны там кстати блокинг бар будет вот после его покупки можно заходить уже на хайграунд вот вообще легко берете и идете по нижней линии с аегисом ломать оставшиеся строение а барак и после чего ну тускору убивать такое то есть вы по сути конечно выигрываете немного времени в плане того что команда будет раз и 4 на 5 но с другой стороны вы все находитесь наверху и там вам для того чтобы вернуться потребуется потребуется тоже там любит ли порт либо что нибудь еще ну просто там смог чертой раз прожать и отбежать до базы это все тоже ресурс дополнительный наверное не стоит таким образом на убийство таска это все тратить ну тускор в любом случае сделала тут телепорт получился вообще лучший расклад для команды экзекрешном 2 летели армал получается выцепить ему икон но он остается в живых работает экслипс от луны но убить опять же никого не получается получалось убить все таки тайтхантера это получается все с эклипса влетело в него сколько дамажа давить огромное количество урона с эклипса прилетело минус 2 уже делает но он не успел прожать рэвидж там тинкеры на эпицентр ловят но это никак не помогает сейчас плачем они трех героев уже потеряли армал прожимает байбэк и пытаются возможно вернуться в драку до нанда он уже не долетит если сторону можно отступить 9к перевес чапи никого здесь поймать не сумел человек по-прежнему кстати не умирал за себя из-за того парня пытается отдуваться но пока не получается то что тайтхантера такого жирного умудряются убить до рэвиджа это конечно очень странно не везет ему очень сильно не везет под эклипс попадает второй раз подряд предыдущий раз попал пришлось ему опять же байбэкаться для того чтобы сторону не слезли сейчас второй раз попал и в итоге все же сломали бараки вот так примерно получается с этим ребятами экзекрейшн действительно очень очень неплохие шансы сейчас имеют для того чтобы выиграть эту игру счет 22 22 28 минуты игры и тинкер продолжает разгоняться тинкер пока что не сделал себе хекс но хекс у него появится уже очень очень скоро после появления хекса я уже просто ну не знаю каким образом команда клатч геймерс будет проводить эти драки ибо тинни их секретное оружие дк которая пока что вообще еще ни разу не умирала под хексом все-таки уже сможет пару раз верить нужно добраться сейчас до тинкера но он снова конечно прячется в леса что на луну нападут у нас бкб чапи есть сумеет но по моему спалили просто отступает солома а егиста есть не забываем про него а может тинкер бкб что основа луну у меня пульта на включает блокинг бар просто добивает вышку и что отступят или пойдут дальше пойдут дальше потому что здесь флайс соло очень битый круг него именно слайс соло 50 секунд без десаптора по-прежнему увела есть рэвидж рэвидж прожимать не хочется без команды опять таки он получается я его убить sand king примерно понимаем где но сбить телепорт уже абсолютно нечем минус 2 в исполнении команды экзекрэйшн и тинкер сейчас просто отлетит на базу пригенится подождут крипов экзекрэйшн и зайдут на вторую сторону уже к ряду и чапи конечно попытается им помешать правда вот получится не получится все таки 5 в 3 то подраться хорошо это пока что остается вопросом есть эпицентр праймал сплит просто сразу прожимается брюмастером нужно пытаться наверняка цеплять этого тини тини пока что живет целиком и полностью подняли ищут склон санкинга санкинг кастовал эпицентр и мы сбили этот эпицентр с помощью циклона по-моему это провал это просто провал армел еще и запрыгивает но в итоге убить вообще никого никак появится тайт хантер и последняя попытка будет ворваться с рэвиджем рэвидж мы увидели там два раза адекватный до этого вернее после этого просто не давали его кастовать хорошего прокаста от слайса но он только по одному герою как прокаст только ультимейт лишь и рейджем под этим возможно убьют отступают кстати экзекрэйшен посчитали что 2 страны будет достаточно на третью не пойдут тем более что количестве на 3 3 на 3 3 1 уже не так хорошо нету прямо сплита на брюмастере поэтому действительно не в их сторону здесь подобная подобная драка могла бы случиться они решили ее избежать и поступили очень грамотно что с рашаном до рашана две минуты примерно наверняка будет больше конечно же вот в крайнем случае после этого рашана чувствуется мне игра может закончиться если сейчас не рискнуть но они по-прежнему знают что рэвидж есть прекрасно понимают что этот рэвидж не кастовался уже там минут 7 наверное если не больше я так надеялся на продолжительную карту у нас по-прежнему 30 минут и там до 35 все это может завершиться чапи по-прежнему не умирал 18 когда у него претензий никаких непонятно самом деле кому претензии здесь не не предъявишь наверное просто экзекрэйшен играют лучше ты закрышь на себя конечно хорошо чувствует в этой игре тот пик все же наверное более такой родной для них перфактор тинкера играет роль очень серьезную понимаю юго-восточной азии стараются многие команды с ним играть те же фнатик любят когда обид на нем исполняет кстати тот финал в best of 5 он выиграл на тинкере и одолел в лейте медузу плюс террор блейда поддержки не помню кого если честно тени или вивера или что-то в этом духе ну то есть но в любом случае это тинкер а там медуза террор блейд и он их осилил это герой который против медузы против тб смотрится довольно таки неплохо опять же стоит учитывать что медуза тб это не те герои которые прям вот ранее бкб себя покупают мы в принципе да хорошая хорошая ситуация так тут тинкер очередно разрывается просто сбривают сейчас двоих тинкер солянова разбирается с сэндкингом солянова разбирается с дизратором и было остается здесь один включает аспас сбрасывает себе стан но в итоге отправлять стерну даблкил для карла минус 3 луну убьют бкб есть не дают прожать минус луна но там их двое всего лишь осталось и мэл без маны абсолютно но хватает чтобы не надо ненадолго отлететь недалеко отлететь в том чем временем чапи под бкб карла убивает борьба как луны 1300 единиц голды получать чапи сейчас и убийство одного только тинкера тинкер возвращается в эту игру делает телепорт обратно в драку и будет чапит дать ты посмотри он просто не успевает дать рэвид потому что его подняли его подняли вот он рэвидж последний возможно так тинкера надо сейчас попытаться запокусить но никто этого уже не делает слишком мало манова армеля летает лазер лазер по всем ты посмотри просто как разорвало сейчас этого дизраптора такое ощущение что сейчас пропишет гг латч геймерс остается в живых один лишь только сэндкинг и 100% они проиграли да падает база очень быстро вот такая вот игра вот такие вот пики на самом деле получается сколько что у нас стопроцентный рейд тинкера сегодня во втором беста 3 или я во первых да это бенефис тинкера тинкер сегодня победил трижды и стоит отдать должное экзекрейшн которые смогли